Девочки, ну вот посмотрите, срезала я эти бутоны, покоцанные Аленкой. Вот это вот, который сидит возле дома у меня напротив. Я вчера его вечером и проверяла, но в нем было сегодня 4, 3. Мне удалось выловить, 4 улетела, зараза. Вот этот бутон я вчера вечером проверяла. Ну где-то он видно-видно, одна была внутри. Посмотрите, она полностью ее съела. Вот, а это два бутона, два цветочка, которые у меня возле бассейна сидят. То есть я там не могу постоянно проверять, то есть я не помню об этом. Посмотрите, в лохмотье все съедено. Вы представляете, какие гадости. И у меня в этом году их еще не очень много. Но как же они портят цветы. Вот такие дела. Девчонки, ну вот посмотрите, по совету моей Евгении, моей подписчицы, я подкопала. Девочки, ну что это? Слушайте, это каштан или это авокадо? Вот одно из двух, видите, цемновато. Не знаю, авокадо. Мне написала одна девочка, что 100% это у вас авокадо. Вот, а потом каштан съедобный. Ну, девочки, мне, наверное, это все-таки авокадо. Как оно сюда попало? Я его что ли сюда засунула? Зачем? Нет. Не знаю, как сюда попало авокадо. Ну, наверное, это авокадо, девочки мои хорошие. Вот уж мы гадали. Ну, вот видите, никак не дуб. Вот он, когда его выйдет из него полностью, тогда я смогу достать, наверное, этот. У меня лежит дома авокадо, кстати. Будем это его открывать. Она еще чуть-чуть недозрелая. Вот я посмотрю тогда. Наверное, авокадо. Девочки, ну, авокадо я, конечно, его не сохраню, потому что его нужно на зиму заносить домой. А домой я не собираюсь ничего не заносить. У меня там ничего не растет. У нас, во-первых, нет места, девочки, до этого всего. Поэтому, ну, пускай порастет. Может быть, кто-то захочет взять себе. Поспрашиваю. Здесь на месте. Вот, смотрите, я сходила, все везде немножко постригла, убрала цветочки отцвевшие. Немножко вам поснимала. Вот сейчас взяла телефон и опять заново снимаю. Принесла вот я свою фуксию. Пока здесь пускай постоит, потому что ей тенечек нужен фуксия. Потому что там она, конечно, я ее буду забывать там поливать, она погибнет. Найду я потом место, чтобы она была красиво стояла. Посмотрим. Вот, вот здесь, смотрите, начинает тоже. Видите, плеть идет. Это 4 сезона. Красиво будет скоро цвести. Ну и здесь, смотрите, прям вот свадьба-свадьба. Какие у нас тут букеты. Обалденные. Красотища. Смотрите, все еще делают эту дорогу. И мы прям попали в пробку, смотрите. Я говорю, нас, наверное, заблокируют сейчас этими гудронами. В ферме Sunmove. Запах такого этого, как же по-русски, асфальта. И это, наверное, все-таки кладут новый асфальт, который потом не оставляет брызг. И вообще как бы во Франции дороги делают, конечно, очень хорошего, хорошего качества. Вот, но уже мы очень давно ждем. И все, у нас все это еще пассаж как бы в одну сторону. А уже обратно мы поедем совсем по другой дороге, потому что здесь проезда еще не будет. Ну вообще, молодцы я. Я всегда, сколько вам не показываю, всегда очень-очень хвалю этих людей, которые делают дороги во Франции. Смотрите, маки, 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 какие красивые маки. Послушайте, мы пришли в магазин и ищем эти семена фасоли зеленой. Посмотрите, что я вижу. Это биологическая картошка. Она продается по одной штучке. Смотрите, какая интересная. Такая уже проросшая. И стоит одна штучка. Одно евро девяносто пять. Потом вот такая, вот смотрите, какая-то алоэта. Тоже один девяносто пять. Тоже уже такие ростки, представляете? Вот это тоже евро девяносто пять. Тантасьон. Девочки, впервые такое вижу. Потом вот какая-то картошечка, смотрите, которая не дает ростков. Написано антижерма. Жерма это вот эти росточки. Представляете, какая тут? Что только нет. Она уже поздновато, как были картошки. Но картошка всякая разная. Вон и мандина есть. И бель фонтена. 4,50. 25 штук. 10 штук. 10. 4,50. 25 штук. 7,15. И потом здесь вот у них еще тоже выбор такой картошек разный. И вот я в следующем году еще хочу фиолетовую вот такую купить. Она очень декоративная такая, знаете, да. Вот смотрите, 16,50. 60 картошек. Вот таких вот. Видите, они уже все проросшие. Интересно, когда же их сажать? Когда же они вырастут-то? Послушайте, 90-120 дней все-таки. Шарлотта. Вот картошка, видите? Ну и здесь вот такие вот выбор семян. Чуть нашли. Третий магазин. У меня, наверное, муж ищет по всему магазину. Надо мне его идти искать. Они переделали магазин. Он здесь такой красивый. Вы даже не представляете. Пока сейчас Мариса поищу. Все переделали. Здесь такая красота. Здесь столько цветов. Вот здесь вот есть тоже гладиолусы. Все 50% гладиолусы, георгины. Но у меня, я ничего не куплю из цветов, потому что мне уже просто реально некуда это все высаживать. Поэтому я не хочу. А так, он есть такие большие, хорошие. Смотрите, далее. Это вот, наверное, чтобы отпугивать. Видите? Отпугивать этих все, вот этих вот, которые едят мои розы. Смотрите, 32, 26, евро, 109. Надо мне посмотреть, как они это называются. Это посмотреть по интернету. Может, дешевле есть. Послушайте. Ну и вообще, я в шоке. Тут такая красота. Здесь можно ходить целый час, снимать. Но очень много рабочих, конечно. Снимать не очень. Здесь патажи. Смотрите, базилики всякие. Очень много рассады. Я не знаю, когда они это все будут продавать. Уже почти июнь месяц. Смотрите, какие у нас вот распрекрасные розы. Так, а розы у нас здесь по 29,50. Что-то мне темно стало. Смотрите, какая красота. Розочка. Как она у нас называется, эта розочка? Такая красивая. Даже я и не вижу, как она называется. Идеально для огородов. И цены я не вижу на ней. Посмотрели, называется. Ну и столько, смотрите, какая красота. Ай-ай-ай. Мне ж мало своих роз, правда. Ну вот это такая замечательная. Такая красавица, конечно. Ну вот, все, я никуда не пойду. Вот так вот пошла искать себе семена. Клубничка вот такая вот. Сразу посажена. 16,95. Здесь базилики. Девочки, смотрите, выбираешь курицу, стоит 25 евро. И мы по 13 евро покупали. 13,50. Девочки, видите, какие. 25 евро. Ой, ребята, как они были. Смотрите, такая. Вот у меня такая была крючка. Молоденькие, гребешки всех маленькие. Хорошенькие такие. Вот такие вот у меня тоже первый раз были, серенькие. Смотрите, клубника с красными цветами. Какая красота. Вот она. А что за клубника? Смотрите, фрукты. Какие. Представляете? Никогда не видела. А как же она называется? Интересно. Так, клубника. Так, сейчас почитаю. Так, фреза. Ананаса. Ананасная какая-то. Вот видите, какая красота. Так, девчонки, короче, я, слушайте, вам совсем ничего не сняло в этом магазине Ботаник. Столько там этих рабочих. Они вот, ну, открытие нас же только открыли. Такой огромный магазин. Ну, столько же много и людей, которые там работают. И, короче, я мужа позвала, говорю, давай купим эту клубнику. Он так, что-то постоял, постоял. А я там, девочки, там такие уже были. Там один горшок был. Там вообще уси еще уже такие. Там два ряда. Но я специально не стала брать. Немного усов. Тут вот, смотрите, вот у меня уже усики тут намечаются. Там вот в этом. И у меня нету места сейчас их куда-то высаживать. Потому что надо так высадить, чтобы было куда цепляться усам. Да, чтобы развести потом эту клубнику. Я не знаю, у кого есть такая клубника, девочки. Скажите мне, она что, и потом будет свести красным, что ли? Если честно, я впервые это вижу. Вот здесь, смотрите, у нас висит вот клубничка. Вот были горшочки, и там уже несколько таких больших клубник висело. Ну, я как-то, знаете, всегда к тому отношусь, что я хочу, чтобы вот она у меня сама дома зрела. Чтобы я ее сама поливала. Видите, сейчас я, конечно, ее сниму, помою, потому что там она по земле болталась. Все это стояло на земле. Видите, какие ягоды какие-то тут, какими-то попурышками они вышли. Ну, короче, называется клубника-ананас. Там вот у меня этикеточка есть, смотрите. Так, вот закрывает. Ой, вообще, камеру перевернула, ничего не получается вам показать. Вот здесь вот видно, она написана. Фрезия. Ананасия. Ну, с Испании быстрее всего. 19,99 она стоит. Я думаю, что вот в этом горшке, думаю, что в этом горшке 6 клубничек. Ну, я не знаю, я там не считала на месте. Вот, так что, девчонки, ну, наверное, вы все об этом знаете. Сто процентов, потому что я самая незнайка такая всегда получаюсь. Ну, сказать вам честно, я никогда этим не интересовалась. Может быть, есть и теперь клубника, который цветет розовыми цветами, желтыми. Знаете, сейчас селекционеры, конечно, они чего только не творят. Вот, поэтому я здесь. У меня тут вылезло несколько этих бархатцев. Жалко, конечно. Я сейчас, я, ну, сегодня уже нет. Только полью горшочек. А завтра, я вот эту, эта земля уже очень старая здесь. Я эту всю землю перерою. Там вот у меня перегнивший-перегнивший навоз лошадиный. Принесу соломы с курятника. На все это засыплю соломой и прямо уже, ну, как, буду высаживать сюда. Больше в центр, чтобы было куда идти усам. Вот, так что все эти у меня, девочки, ну, кто бы что себе купил. Вот, я себе только тряпку могу купить или потом какие-нибудь растения. А сколько там всего растений, девочки? Я вам даже не могу пересказать. И что я еще хочу? Сейчас покажу. Мы купили там пачечку фасоли 100 граммов. Это, ну, зеленые фасоли, да? Ариковер. И мы купили... Вон, смотри, муравьи у меня лезут по палочкам. Надо обработать. И я хочу сказать, что вот эти вот помидоры, которые в теплице, ну, они нулевые. Вон, я смотрю, тут вот завязываются немножко. А вот здесь, ну, да, тоже завязываются. Во-первых, они какие-то мелкие. Я не знаю. Девочки, вот это, наверное, 100% выдастся какая-нибудь вот эти, знаете, которые посленовые, на которых делают прививки сортовых томатов. Потому что, ну, они такие мелкие. Они там не то, что они там... Они даже не суризы, они какие-то вишенки. Смотрите, какие они там малипатенькие. Там вообще с ноготочек. Есть нечего. Поэтому, ну, посадили и посадили. Ну, как-то это меня не это... Ой, что ж я вам показываю. Ничего хорошего с этих помидоров не будет, мне кажется. Вот. Ну, вырывать я их не буду 100%. Я сегодня делала три стирки белья. Выстирала белые отдельно. Потом там у меня такого... У меня несколько новых вещей я вчера купила. Мы ездили. Вот такие все, такие. Типа вот как Ира была одета. Такое, знаете, все прованское. Да, и у нас же бассейн появился. Ха-ха-ха. Смотрите. Муж вчера, пока я целый день ездила, он его вычистил. Я вам показывала, сколько там было грязи. Вот, и за два дня я его заполнил. А мне сегодня так было жарко. У нас сегодня было где-то 24,5 на солнце. Ну, как бы показывала. А на солнце все 30. Вода еще, конечно, очень холодная. Вот я себе купила новый купальник. Такой черный, такой красивый, такой стильный. Вот. Скоро я буду купаться в бассейне, буду заниматься окружимом. Вот я вытащила нашу эту. Надо закрыть сейчас. Нам ее только надо почистить чуть-чуть. Вот, девочки, сейчас вам покажу. Видите, у меня тут кругом у меня клубинника есть. Мы уже второй раз насобирали такой, ну, такой грамм 200-300 клубнички. У нас, конечно, по килограмму не насобираешь. Девочки, посмотрите, что творится с этой моей мадемуазель Миян. Я вам не смогу даже показать красоту этой цветка. Потому что вот именно вот в этой розе я сегодня, в обед, до обеда. И, смотрите, там полно каких-то муравьев. Все-таки вот эта мелкая дочь, которая прошла. Вы знаете, вода налилась в бутоны. И там кого только нет. И вот отсюда мы сегодня за день вытащили штук 15 этих холенок. Вот здесь, смотрите, все уже съедено. Вот, она очень ароматная, эта роза. Видно, им тут есть что поесть. Смотрите, все покоцано. Так, даже вот, смотрите, уже в новый бутон они залезли. И так как она вот у меня сидит, видите, на заднем дворе, сюда не добежишь каждый раз. Я не помню. Реально. Я говорю своему, ну что мне нужно, наверное, себе... Как только появляется, бутон срезать и ставить в вазу. Ну, не знаю. Я сегодня сейчас, если у меня хватит времени, я возьму и полю ее, девочки, химией, вот этот куст. Ну, все, она, видно, насколько ароматная и привлекательная для них. Они все слетаются сюда. Вот. Вот так вот с красной розой, как я говорила, хорошо бы сделать фотографию. Вот вам, пожалуйста. Сделали фотографию. И я себе еще купила сегодня этот, как вам сказать, я купила еще эту такую брызгалку для вот этих вот всех. Обрызгивание. Мой муж говорит, что ты опять покупаешь? Мол, типа, у тебя хватает? Он говорит, так ничего не работает. Ну, так она была 3 евро 65 сантимов. Поэтому я ее купила. Сколько поработает, сколько поработает. Вот. Здесь тоже мне надо уже все обрезать, девочки. Ну, здесь, допустим, они уже подсыхают. Ну, вот дождь попортил, конечно, розы. Даже сильно попортил. У нас появились комары. Меня кусают, девочки, везде. За ноги. Так что сильно тут не находишь ни в платьях, ни в шортах. Травы. Ну, вот мои яблочки. Прекрасные. Все-таки, мне кажется, что этот глю, этот клей сработал. Видите, вот он. Я не вижу больше этих гадов. Здесь точки проверяла. Вроде бы, как, слушайте, никого уже живого там не осталось. Вот что, девочки, значит, эти муравьи. Все муравьи гадость это делают. Ну, вот яблочки, видите, у нас. Есть. Может быть, я их и спасла в этом году. Позапрошлым году я не врубилась в этот глю. То есть, ну, я вот все же сношусь. Понимаете, у меня же много девочек всего. Вы же видите, сколько у меня ров, сколько у меня цветов. Этот бескалейший полив. Такой еще же и муж, и собака. И готовка. Вот видите, мой жасмин, да? Он же осменивается. А вчера вот в этом Сан-Риме-де-Прованса Он весь цветет. У нас сыр есть фотография. Вот я буду это видео когда монтировать. Если вспомню, поставлю вам фотографию. Так что я сейчас по плану. Я там еще юбку еще одну получила, съездила, забрала. Сейчас померю юбку. Вот. И полю клубничку. И сегодня я буду гладить белье. Ну, свои вещи, вернее. Не белье, а вещи. Смотрите, вот это быстрее всего. О, это наше, это колумба. Роза, которая у меня была на ножке, которая вот погибла. Ой, девочки, слушайте, прошлась эта. Комары покусали? Можете себе представить? Ну, здесь красота, конечно. У меня, девочки, столько роз открывается новых. Вот можно ходить целый день. Вот просто целый день. Вот с утра, посмотрите, как красиво бременские музыканты открылись. Прям дружненько. Вот у нас тут жасмин теперь уже. Тут что спело? Ну, сейчас солнце светит, сейчас будет не очень. Съемка, конечно. Мы сегодня обедали на улице, а здесь какая красота Леонардо да Винчи. Вообще все сногсшибательное. Красиво в этом году, очень красиво цветут розы. Но я не знаю, почему. Наверное, я их хорошо кормила. Мне кажется, вот это голубое удобрение, которое типа нитрофоски. Я ж никогда его не покупала раньше. Может быть, оно свое дело сделало. Вот. Я мужу говорю, я говорю, ты сейчас же встань и пойди понюхай вот эти розы. Смотрите, сейчас вот солнце светит. Они открылись прям букетом. Вот это вот мои самые ароматные, которые вот без названия розы. Вот. Я буду за ней следить, потому что абсолютно все лепестки этой розы я собираю. Она, вот она одна, ты ее выкладываешь, это, высушиваешь. Она одна вам будет парфюмировать всю спальню. Вот она какая красивая наша почвопокровная. Видите, какая красавица? Очень красивая. И сколько, девчонки, ну вот посмотрите. Ну видите, сколько паразитов. И я считаю, что всему вина, это дождь. Это дождь, он намочил бутоны, и все. Здесь у нас тоже виды шикарные, конечно. Так вот можно дом показать. Немножко цветы, потом чуть-чуть дома выгрядывает. Ставни тоже надо реставрировать. Боже, нам столько всего надо, девочки, реставрировать. Мы сейчас тоже ездили в магазин. Смотрели, мы же душевую кабину меняем. Цены, девочки, обалденные. Обалденные. А какое продают? Такой ширпотреб. Вы даже себе не представляете. Я с вами сказала, я не хочу такое. Ну вот, поэтому поедем в другой магазин. Ох, боже мой, этот Леонардо да Винчи. Прямо мне надо вам каждый день выходить, вот так вот показывать, пока он цветет. Потому что, ну вы посмотрите, что делается. Какой же он красивый. Бутонов еще столько не раскрыто. А здесь вот нижняя волна какая. Вообще. Ну вот я сегодня не смотрела ваши комментарии. Вернее, очень много. Мало. Смотрела и комментарии есть. А быстренько просмотрела, но еще и не виделась. Ну, некоторые прочитала, конечно. Вы пишете, боже мой, в какой красоте вы живете. Девочки, ну я с вами здесь соглашусь, конечно. Это я ничего не могу сказать. Но вы должны понимать, сколько за этой красотой стоит труда. Или лет, лет сколько я работаю в этом саду. Конечно, уже сейчас такой благоприятный период. Даже вот эти все поливания, там, допустим, обрезания сейчас вот отсвевших цветов и так далее. Это, конечно, занимает время, но это работа приятная. Я же вот хожу, я там цветочки эти понюхаю, я их потрогаю, я их рассматриваю. И вы знаете, я вообще как-то, ну, вы посмотрите, что делается, какие грозди. Вот я однажды вот так вот показывала эту розу, и мне написали, Алла, это похоже ваша роза на фламинданс. Вы посмотрите, какой букет из маленьких-маленьких роз. Так, сейчас вот солнце светит не очень, надо мне выбрать, может быть, с утром выйти и сделать такую же эту. Вам показать. Девочки, это просто шик. Вы понимаете? Вот нету некрасивых роз. Их просто не существует. Они все красивы по-своему. В каждой есть какой-то шарм, в каждой есть, и какого бы она цвета ни была, вообще, наверное, очень мало роз, который мне вот не нравится вообще. То есть, ну, там не флаше, да? Вот это вот мадемуазель Мигян, если бы она у меня сидела вот здесь, вот на этом месте, например, вот здесь, я бы, конечно, ее бы спасла от этой Аленки. И утром только дверь откинул, оп, пошел их собрал. Только вышел там за чем-нибудь, там в подсобное помещение, подошел, посмотрел. Таким образом я спасаю свою Валенсию. Вот. А так, конечно, задним дворю очень сложно, поэтому, когда мне говорили, Аллах, садись туда все. Рожи, ну, во-первых, у рожи там уже и так красиво. Я у рожи оставила свою пальму. Он же, я ему, его эту, ему давала сохранять на зиму, свой фикас большой. Тут зашла, он в том году ее выставил, короче, он потом перестал ее поливать. Ну, вот, она там начала чахнуть, а ему, ей хорошо у него там, там солнышко, тенечек, он там перестановку даже сделал. Я говорю, ладно, оставлю тебе эту пальму. Он прям такой аж довольный, красивый себе, по-моему, сам фиг, когда купил себе растение в дом. Ну, а так, есть и есть. Вот, так что, девочки, у меня достаточно новостей. Прямой эфир я не делала, потому что я была занята. В эти выходные мы едем. Ира меня позвала на этот, на блошиный рынок. А у нас же день мамы в этом году. Ой, в воскресенье. Мы едем к его нашей дочери. Вот, отмечать. Поэтому я не смогу. Вот, и некогда мне с вами поговорить даже. Ну, вот так вот. Хоть кое-что вам сниму. И то уже хорошо. Эх, Марик, види, какая же она красавица. Ну, вот, девочки, вот такую бутылку я обычную купила, вот, на полтора литра. Девочки, 3,65. У нас вообще таких цен не бывает. Вот, поэтому взяла. Потом, смотрите, купила себе такой вот. Он такой маленький, вот этот перчик. Он сладкий. Может быть, он чую-чую такой будет, это. Вот завтра посажу несколько семечек, если взойдут. Вот, а тогда на следующий год буду сеять. Вот. Что-то мне захотелось его. Случайно увидел. Так бы, конечно, я его не купила. Вот. И вот такую вот мы зеленую фасоль купили. За все... Что же мы еще купили? Послушайте, там... А, с клубникой, короче, заплатили 20... 28 евро. Значит, вот это где-то вот двое семян на 8 евро. Это мы в другом магазине купили. Еще мы купили такие постилки, такие вот такие большие таблетки для бассейна. Вот. Ну, как-то, денег потратили. Ничего толком не купили. Смотрите, у меня сушатся розы. Вот эти самые мои ароматные. Вот сюда заходишь к меге в комнату. Особенно, знаете, так вот, когда после ночи дверь закрыта. Прям пахнет-пахнет розами. Вот просто пахнет розами. Ну, вот это уже можно выкладывать в какую-нибудь корзиночку и ставить возле кровати. Это будет долго пахнуть. Их тоже как вот лаванду можно вот таким образом там пошевелить. Конечно же, розы не будут держать много времени свой запах. И еще у меня есть одна идея. Мне Наташа привозила такую большую высокую стеклянную вазу. Можно делать слоями, тоже насушить и так выложить. Знаете, это у нас называется попури. Пури. Пури, это пури, это как бы пури, ну, испорченные, да? Ну, то есть, ну, вот так. Вот такое вот дословное название. И вот тут я гвоздички еще обрезала. Ну, короче, запах, девчонки, вот, казалось бы, что такое, да, лепестки роз. А запаха много. Поэтому я не знаю, много ли я буду сушить роз именно для чая. Ну, а вот так вот, чтобы понюхать чего-то, этого можно сделать, конечно. Можно красивый получается такой этот. Отбор можно вот в такие вот эти вот, как я вам показывала, да, такие, которые мешочки я получила, тоже можно сделать. Ну, вот они еще чуть-чуть недосохли, но, в принципе, для мешочков, для мешочков уже можно выкладывать. В мешочках они не испортятся, не заплеснивают. Вот, я опоздала. Мы сегодня поехали, так непредвиденно, и я опоздала. Я там юбку одну покупала. И так долго задержали ее. И, послушайте, я померила, она мне не очень идет, ее очень сложно с чем-то как-то ассоциировать. Она на белом фоне, там какие-то цветы размазаны. Ну, вообще, мне ничего к ней не подходит, в плане того, что там надо еще силуэт одежды, чтобы подходил. Вот, как-то я посмотрела, ну, вот я 16 евро я за нее заплатила. Надо хбшная такая, знаете. Ну, и она мне чуть-чуть и коротковата. Ну, девочки, я отсылать обратно не буду. Может, когда одену, может, тут по дому буду носить. Посмотрим. Вот, короче, я не очень довольна покупкой. Все, больше ничего покупать не буду, надоело. Ничего мне не подходит. О, же, как хорошо, посмотрите, как хорошо у него кабачки уже поднялись. Надо посмотреть, мои, мои им хорошо ли так же. Марис, тут с утра в 12 часов, не строй в 12 часов, решил полить в мне огород. Я говорю, ты что, с ума сошел? Вот в лук он залил, вон там он, видно, да, вот полит, между луком бороздка. И хотел картошку. Я говорю, ты мне картошку убьешь. И вот, видите, сюда не достает вода. Здесь повыше. Слушай, с этой сестрицей не пройти. Буду ходить по ее огороду. Больше мне ходить. Еще картошку тут посадила рядом с нами. Ой, вообще. Жесть какая-то. Гляньте. Это оставила вон всю траву. Там в конце тоже картошку посадила. Вот здесь посередине трава. Да вообще, девочки. Вообще, семья великолепна у нас, конечно. И сейчас она съехала там на 10 дней, поехала, ну, к своим там родственникам, ну, общим родственникам с моим мужем. И еще попросила мать, чтобы они огород поливали. Я говорю, я бы на твоем месте не поливала. Ну, мой муж, знаете, теленок этот. Это же его сестричка хай поливает. Я, конечно, так поерничаю немножко, а как без этого? Ну, с другой стороны, хай с ней сам разбирается. Говорить о чем-то бесполезно, потому что, девочки, ну, понимаете, во-первых, он мужчина. Вот. Какая бы она ни была, она его сестра, понимаете? Он все понимает прекрасно, он со мной согласен. Но он, мне бы так никогда не скажет, да, ты права, да, 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 она там такая, такая нехорошая редиска. Вот, поэтому, так, я поговорю, поговорю, на этом все заканчивается. Девочки, ну, некрасивые помидоры рожевские еще. Вот они пока наберут силу. Они, конечно, отойдут, но у нас такой холодный май ночами, это вообще. Вот, и тоже, смотрите, кабачки, вон, или это тыква, или это кабачок, не знаю, вот у меня два этих было, больших растений. Все равно, видите, желтые, наверное, холодно было, а у нас тут что-то уже есть. Гляньте, видите? Вот этот, и вот тот, это я купила в этом, унико. Ну, здесь, вон, уже трава у нас, растут травушки. Я плохо стою, у меня тень впереди меня идет. Вот здесь вот видите, где распахано поле, вот здесь вот у нас будет фасоль. Ну, ничего, такие мои кабачочки тоже, гляньте. Красивенькие такие, хорошенькие. Ну, давайте, растите, я вот буду собирать, когда маленькие. Вот я помидор нашла, в этом стоял у меня, в этом, в горшке там, в травах, заросший. Ну, это вот из тех, которые вот большие у меня, которые из суриза. Может быть, зря я его тут сюда посадила, ну, послушайте, не понравится, значит, выброшу. Вот здесь вот тыквы у меня сидят, здесь вот тоже тыковки, но тоже так неплохо пошли, скажем, а здесь поливают капельным поливом. Так вот, послушайте, у нас капельный полив, наверное, года четыре только, ну, может быть, пять. Как мы раньше без этого полива были? Представляете, я еще и помидоры поливала. Вообще, жестенько. Это еще не сабьян па, жестенько был. Садья, четыре. Так что, вот такие дела. Я тут сегодня у рожей подщипала лука, вот этого тоненького. Девочки, ем практически каждый день. Такое, знаете, немного, но так, таких две-три хороших ложки зеленого лука со сметанкой, тоже ложка сметанки. И просто солью разомну, разомну его так. Когда есть помидорка? А? Жарива тебе монтра. Морис говорит, сколько, говорится, это цветет оливковое дерево. Монтра, ну, все. Девочки, посмотрите, здесь тоже, вот я вам показывала, это вот цветет вот так, вот оливковое дерево, но оно давно уже. Посмотрите, сколько много здесь, если будет. Мы ищели, че, а вы, ребята, деванезон, и сиси, и сеплень. Он говорит, если вы сказали, что так была плохая погода в мае, будет мало оливков, и будет дорогое очень масло. Он говорит, если черечевая, а теперь ман. Здесь меньше, и вот он говорит, это другого сорта, оливка, вот этот дерево, прям все, вот если вот так. Компиан, если черамасансу. Он говорит, вот этого дерева, он ведро насобирает. Вот и сельвели, а, ребята? Да, и сельвели. Слушайте, вот эти вот деревья, мы все... Мы че рекуперем, а где все, у сельвели? Это, 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 эти оливьи, которые я взяла, я не знаю, где. Я их планировала, для каждого ребенка. И для меня, что планировала, у меня на арбуре? У тебя, у тебя, у тебя, у тебя, у тебя, Он говорит, здесь все говорят, оливковые деревья, посаженные для каждого ребенка. Один, два, третий, четыре. Как вы знаете, что это сорок четыре? Нет, у меня есть семь, потому что у меня есть один для паша. Ух! У меня есть пять. Ты видишь? Я думала, что Джулия пришла, но она была очень любая. Девочки, у меня муж, не муж, это вообще нечто. Смотрите, видите, оливковое дерево? Он говорит, ты плохо считаешь. Еще есть пятое дерево для паши. Вот как-то для паши это дерево только-только начало цвести. Ему здесь темновато, может быть. Я говорю, а почему это для паши, а отец для... Еще мы не знали, что будет у него еще одна внучка. Он говорит, ну как хочешь, выбирай любую для паши. Я говорю, хорошо. Ну, короче, девочки, у нас теперь пять детей. Вместе, видите, мне приятно, что он моего пашку считает тоже. Я говорю, так хорошо, а для меня ты посадил хоть одно дерево? А он говорит, для тебя вон там самое большое, вон там на нашей территории. Вон там он видит тебя. Я говорю, а, ну ладно тогда. Уходил, уходил. Вот, и здесь вот... А я говорю, ты здесь еще одно дерево можешь посадить. Он говорит, нет, это очень будет тисно. Посмотри, посмотри уже, вон, видишь, они уже друг друга трогают. Ну, ладно, девочка, ну мне же надо над ним это, немножечко поиздеваться. Я говорю, давай еще вознесестрица. Он говорит, нет? Ээээ, практически. Я говорю, оставь, пускай еще польется. Пока, знаете, сколько надо воды этой картошки, девочки? Ну, вот я вам говорю, что я даже не предполагала, что нужно это, картошку поливать. Тут у Рожи сегодня подсобирал клубничку свою. Марис вот ее пробовал, говорит, она вкусная у него. Я говорю, ты знаешь что, с чужого огорода всегда все вкуснее. Рожи я показала клубнику с красными цветами. Он такой, где ты купила? Я думаю, ну-ну, поедешь ты бегом там уже покупать. Ага, сейчас. Ну, если он захочет, я ему пару усиков, да, мне ж не жалко, хай выращивает. Ну, такая, знаете, кисловатая клубника. У нас тоже чуть-чуть такая, с кислинкой. Холодная, холодный май очень. Девочки, ну, скажите, красиво. Тут солнце, правда, засвечивает все. Как-то у меня сегодня, видите, я не понимаю, в чем дело. И камера как-то плохо снимает, или это солнце так мне. Как-то темно, я считаю. Как, как, как тут, что ли, не знаю. Ой. Да, вы же послушайте, этот Американ Пилар в этом году прям вообще разошелся. Ну, видите, здесь царь нас засвечивает. Надо позже. Вот я снимала тогда в 9 часов вечера. Вот как раз то, что надо. Давайте, эти клематис. Вон, видите, куда залез? Я с вами говорю, иди посмотри, что ты мне выдрал в прошлом году. Я говорю, видите, он теперь уже понимает, чтобы ты его не достал, он ушел вверх. Ну, плохо видно. А он говорит мне, это вот эти цветы? Я говорю, ну, слава богу. Хоть ты теперь знаешь, что не надо их трогать. Он, нет, я больше ничего не трогаю. А дети какие хорошенькие. Вот. Такие мои дела все. Все в розах. Девочка, у меня сегодня все, я пойду. Я пропустила ужин. Сейчас вот чай выпила, я заваривала себе чай с этих палочек. В следующий раз буду, когда заваривать, покажу вам. Вот. И это... Воды еще буду пить. Ну, есть не буду, ни за что. Ах, ешкин кот, я слила клубнику. Ну, как так? О, зараза. Вот, сама на себя поругалась. Но все равно, даже йогурт есть не буду. Ничего страшного. С одной клубникой мне не случится. Красотень. А здесь, посмотрите, какой классный тоннель у нас. Тоже с розами. Ой, как послушать, я не знаю, когда снимать. Девочки, а скоро зацветет у нас жасмин. Тут будет вообще ароматы стоять. Смотрите, как здорово. Ой, так и хочется все время петь Аллу Пугачеву. Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна, видишь ты. Кто в ребенке, кто в ребенке, кто в ребенке, кто в ребенке. Кто всерьез. Та-ра-тан, тара-тан, 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 тара-тан. Ух, ух, ух. Хурма моя, хурма. Будет опять хурмы в этом году. Ну, вот видите, как я ее не обрезала. Коротко. Так и ничего. И помея, смотрите, полезно, наконец-то. Ну, ей темно здесь, у нее вообще нету солнца. Уже ни днев, ни вечером. И мне ее некуда пересаживать. Так надо сходить, посмотреть, спаси флору. Ну, вот она, это Крунинберг. Видите, какая она разная? Сначала малиновая, потом становится такой выгоревший, фиолетовый, такой, скажем, вот цвет старой розы, девочки. Ну, вот так вот. Вот так вот оно и есть на самом деле. Романтика наша великолепная. Ну, что, я пошла по третьему кругу вокруг роз? Я же говорю, что они каждый раз. Посмотрите, какие тонкие у нее веточки. Розы никак не окрепят. И какие у нее огромные, просто для этих тоненьких веточек, бутоны. Обалденные, обалденные. Так, смотрите, уже эти колокола пускай выцветают, потому что я их вырву. Нет, все, это, все, девочки, я решила. Это они у меня последний год здесь цветут. Вот, не хочу. Все забивают. Толку никакого нету. Так, у нас вот тут клубничка, смотрите, назрела. Так, ну, я у тебя завтра сприду соберу. Хорошо, так. Ой, здесь сухо, надо было полить. Пойду принесу водичку, полью. Здесь тоже у нас клубничка. Какие красивые у меня настурции. Настурция какая красивая. Махровая. Эту настурцию я привозила из Беларуси. И тоже вот я везде посеяла. Она где взошла, нигде не взошла. И теперь вот она сама по себе где-то подсеивается, девочки. Вот. Это вот Шарлотта наша. И такое хочу сказать вам, как-то я не очень ее много вижу. Здесь вот у меня мелкие. Тут у меня очень разные клубники. Тут у меня есть такие, как бы, садовые земляники. Она, как бы, вся садовая земляника. Вот. Лаванда тут уже тоже затветит. Видите, мне тут клубники тоже места нет расти. Так, надо не забыть вернуться. Пойдем в клубничку. Здесь, ой, здесь тоже, девочки, по-моему, смотрите. Всякие разные клубники. Так, завтра буду собираться. Все, мои хорошие, пойду я. Ой, бассейн, бассейн. У нас теперь будет бассейн. Уж не знаю, в этом году буду ли я вам показывать, как я тут занимаюсь зарядкой в этом бассейне. Чайная девочка телесами своими тут светить. Ну, так, немножечко, немножечко, когда буду водичкой, конечно же, покажусь. Смотрите, какая красота. Ах вы наши маки-маки. Мы сегодня ехали в маковые поля, девочки, так цветут. Вчера мы с Ирой не остановились, сегодня муж не остановился. Я говорю, давай остановимся, сфотографируемся. Ну, он так, знаете, вот так, он на меня так смотрит. И мне кажется, что он думает, что, ну, я просто так говорю. Что, ну, вот я просто сказала так, ну, лишь бы только сказать. Такой, он как ехал, так и ехал. Хоть бы тормознул где. Вот, короче, у меня одни претензии, да, к своему мужу. Ну, ничего. Это ничего не меняет в наших отношениях. Все хорошо. Все, мои дорогие, смотрите, я вот это уже снимала сегодня. Ха-ха-ха. Заново снимаю. О, Господи. Я очень, вот это я очень люблю. Я каждый раз потом говорю, сейчас у меня закончатся мои цветы, что же я вам буду показывать. Красиво вот так, да, так вот солнышко заходит, там такое ощущение, что вот кухня так вот, там огонек такой горит, да. И когда еще зацветет, жасмин, боже мой, как будет же здорово. Такой романтик у нас, романтик. Я вчера перебирала гардероб и еще вечером хотела притащить сюда, но у меня гладильная доска стоит на этаже, в бюро мужа. Вот, и я здесь глажу, устанавливаю компьютер себе, включаю фильм. Вы даже не представляете, сколько мне тут надо. Это у меня на 4 часа работы. Вот, и здесь это у меня и прошлогодние мои платья. Есть у меня новые здесь снаряды, конечно. Вот, мое белое. Короче, у меня тут столько. Я вчера перебирала, перебирала. Вы понимаете, девочки, научите меня, как выбросить вещи, которые я больше не ношу. Но они не то, что новые, но они в идеальном состоянии. Я не могу. Я не могу. Перебирила вчера брюки. Все, ну, знаете, брюки я практически... Вот это мое платье, что я в прошлом году мы ездили в Варле. В столицу Прованса. И это тоже мое летнее платье. Такое с коротким рукавом. Это очень классное такое. Оно вискозное такое, оно легкое. Вот новая моя женсовая белая куртка. Мои шикарные блузы. Вот это вот уже выглядывает в бежевых тонах. Это мои новые вещи. Я их еще ни разу не одевала, только перестирала. Там вон полно всего белого. Это гладится все достаточно сложно. И я такая маньячка в глажине. То есть мне нужно... Если я уже глажу, то я глажу. Если я не глажу, то я не глажу. Вот. Поэтому не знаю, как найти время. Сегодня уже пятница. Завтра. Суббота я еду в Эксен-Прованс. Ира поедет. Там будет продавец, у которого я покупала вещи, когда мы ездили с ней на прогулку. И мне нужно поменять брюки, либо чтобы она мне деньги вернула. Они очень большие. Девочки, представляете, мне что-то может быть большое. Но это вообще... Вот. Поэтому представляете, какой у меня объем работы. Сейчас я буду фаршировать перцы. Но я буду фаршировать на свой манер. Если хотите, покажу. Вот. А пока... А пока... Давайте хотя бы спустимся. Покажу вам свои новые домашние брючки. Смотрите, эти такие. Девочки, я не знаю, как их правильно называть. Мне почему-то казалось, что это саруэли. Не знаю, как их называть. У меня такие есть шелковые брюки. Но сейчас это вообще, конечно, не мода. Но по дому то, что надо. Вот. Я их купила за 5 евро. Послушайте. У нас сейчас такие хорошие скидки везде. Очень удобно. Идет резиночка у меня. Ну и я хожу по дому в обычных. В обычных майках такие. Желательно, чтобы закрывало предплечье. Потому что у меня солнечная аллергия. Вот. И я уже хожу быстренько, друзья мои. Так что мне классно. Ку-ку-ку-ку. Важно, прованзалочка. Я начинаю заниматься делами своими. Ну вот, посмотрите. Я собрала клубнику. Вот такая она у нас распрекрасная. И вот эта вот клубничка одна. Там еще маленькую малицу. Положила. Это вот из нового. Это ананас. Вот я ее вымыла. Потому что, девочки, ну принесла же с этого. Магазина. Ну, пробую. Ну, не могу сказать, что есть ананас. Но она по фактуре своя немножко какая-то, мне кажется, чуть-чуть другая. Ну и, конечно, надо было бы, девочки, дозреть больше. Хотя я не знаю, какого она будет цвета. Есть клубника, которая вообще такая белесая. Они разные. Ну и вот, как всегда, мой лучок, девочки. Буду делать салатик свой. И сейчас сделаю. Уже перцы буду делать. Это тоже буду делать. Но это уже будет на завтра. Сделаю сейчас такое рагу овощное. У меня там есть кабачок. Есть один баклажан. Пару картошек добавлю. И потом филе курицы выложу сверху. И такой вот у нас будет обед. Все. Я уже начинаю готовить. И с этими съемками и розами некогда. И мужа будет накормить нечем. Нам, наверное, сейчас там сейчас пойду. Позвонил муж Наташи моей. У него свой этот... Я не знаю, как это правильно называется. Камьон. Грузовик. Вот. Он нам привез песка от нашего зятя. Морис не знал, как ему делать. Смотрите, какой классный. Это Наташин муж. Ой, девички. Видите, как он там наблюдает. Увидел, увидел подругу. Девички, это очень дорого. Дорогая очень услуга. Вот такой взять... Ну, как бы доставку от Ани делают везде. Но это стоит, ну, может быть, 120 евро. Там тоже они кинометра рассчитывают. Поэтому нам в этом плане очень даже повезло. Морису надо было проспять или шесть кездить на своем этом рецепчике. Видите, как он в зеркала там смотрит? Молодец. Рына, утрюка. Сали! Сейчас он будет спал. Сейчас он... Сали, сали. Вы здоровались. Он показывает, как упадет этот песок. Вот тогда мы уже сможем и делать нашу террасу. Да, девочки, все не так просто. Мариса, со счастья, аж взяла эту одну тонну лишнюю. Так, все, пойду сюда. Сейчас будет высыпать там песочек. Морис говорит, если был чуть побольше, было бы очень трудно сюда приехать. Вот так, конечно, хорошо. Ну вот, если являйся, я вам показала. Вот это для нас история в нашей жизни. Роже тоже такое стоит. Роже стоит, наблюдает тоже. Видишь? Парфюм. Какое-то деловое такое. Магнфика. C'est très bien. Merci, Рémi. Je vais manger, manger avec nous. Non. Je vais manger déjà. Je vais manger? J'ai fait moi comme ça, que j'ai fait le futur. Видите, девочки, как они берегут свою технику. Видите, прям руками все снимает. Но у него новое, он его недавно купил. Это fama. Moi, tourde, tourde. J'ai fait le futur. Ah, là? Я говорю, давайте я эту фотографию сделаю. Это... Ah, là, là, là. Вот, девочка, 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 девочка. Девочка, 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 девочка. Стриптиз. Oh, la, 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 la. No, riemi, we si parfait. Он ему предложила пообедать с нами. Он говорит, вы что? Да, во-первых, я уже быстро поел. Я ему фотографию сделала. Я это... Он говорит... Я ему говорю спасибо. Он говорит, это ерунда. Ну, это, девочка, это ерунда вот для него, да? Потому что вот мы сдружились. А для нас это очень важно. Осторожно, Оливье! Осторожно, моя эта... Девочки, как они на этих комьюнах едут? Представляете, вырубилась одного раза. Спасибо. Девочки, вот, посмотрите, он такой вот только по ширине, только-только проходит по нашей дороге. Только. Чуть поширше, и все. Ну вот, девчонки, посмотрите. Пересадила я, перевалила я свой горшок клубники. Там всего лишь три ноги, всего лишь три растения. Вот, постелила соломку, потому что, видите, у нас тут ягоды уже есть. Девочки, ну что, намешала навоза в ту землю, что было, хорошенько пролила, засыпала землей покупной из мешка. И вот здесь у меня, посмотрите, видите, у меня вкапан такой широкий, он не очень глубокий такой, но широкий горшочек. Ну вот, это вот настолько получается шире с каждой стороны, чем он был в горшке сидел, поэтому хорошо будет. И вот все усы, которые будут сейчас давать клубника, потом я буду видеть, когда они будут доставать уже как бы землю, я буду чуть-чуть разгребать солому. Да и то, девочки, они сами найдут себе путь, поэтому посмотрим, что получится. Мне очень интересно знать, что из них будет, когда они будут свести заново. Будут ли они красные или они будут свести, как обычная клубника белая. Да, ну и, конечно же, мне интересно, что скажет Моника. Моника сейчас скажет, опять шарлатаны тебе продали, всунули. Это, что эта клубника называется, девочки, ананас. Вот, это из Испании, это растение, 19,95 стоит вот этот, три ноги. Ну вот, поэтому я буду надеяться, что ей здесь понравится, я ее хорошо и пролила, и этого биологического горшечку удобрения подсыпала. Все пролито, давай, моя хорошая, я думаю, что тебе понравится, потому что, посмотрите, у нас же здесь вон, надо же урожай собирать, нам надо, чтобы она и как бы не сильно сообразила, что ей домик поменяли. Надеюсь, что тебе будет хорошо. Но здесь очень много солнца после обеда, поэтому все будет прекрасно. Правда же, девочки? Вот такое вот новое место жительства у нашей ананасочки, ананасинка, наша красавица. Давайте будем ждать, что дальше будет. Субтитры создавал DimaTorzok